Всем привет! Вы на канале Илюша ТВ. Ура! Наконец-то мой канал Илюша ТВ возвращается. И, конечно, меня зовут Илюша. И, конечно же, я вас поздравляю со 2 мая возвращения моего канала Илюши ТВ. Ну что ж, я готов начинать снимать свои новые видео, так что смотрите мои любимые видео и не пропустите. Ну и... А мы сегодня будем говорить о заставке Метро Голден Майер. Сегодня я расскажу о истории заставок Метро Голден Майер, из которой они показывают. Которую они показывают на дату 1915 и по 2012. Ну так что, давайте начинать с самого начала. Для начала мы посмотрим на компанию... Компания Метро Пикчерс. Метро Пикчерс, это когда-то Метро Пикчерс родился в 1915 и по 1917 год. На картинке мы видим, что там изображен орел. Но это Метро Пикчерс, а не лев. Подождите минутку, там написано Корпоратинон. Но я не знаю какая компания, но я просто сказал Метро Пикчерс и всё. Метро Пикчерс Корпоратинон. Это уже другая. Логотип 1917 по 1922 год. Потому что эта компания делает Метро Пикчерс. Когда-то родился 1915 год. Но это ещё не всё. 1922 по 1924 вышел такой обычный большой логотип под названием Метро. Но это потому что ещё в 1916 появился лев. А называется компания Голдвин Пикчерс появился в 1916 году. Подумайте на себя в глазах, ребята. Но вы знаете, в таких же заставках я вообще никогда не родился. Я родился в 2009. В 1921 уже написано Голдвин Пикчерс на верхом логотипе. И тут изображён надпись Тараде и Марк. И здесь изображён снова лев. Очень странно. Он выглядывает как чёрный белый. Пока эти композиторы и режиссёры делают пока что заставку Метро Голдвин Майер изображенную лев. А это компания, на которой надписи на английском А Голдвин Пикчерс. А Голдвин Пикчерс. И играет какая-то интересная музыка. Вот послушайте. В 1923 уже написано о Голдвин Пикчерс и какой-то другой тоже лев. Но я не знаю, как его назвать, но там написано наверху Арск Акратер Арт. Производство. В 1924 году уже всё написано. Метро Голдвин Майер. Обратите на внимание, что мы можем увидеть Джеки. И он тоже не хочет речать. Он просто молчит и смотрит. Ну разве в таких заставках никогда ничего не речит? В 1925 уже наконец-то Джеки всё-таки он всё равно молчит. И видно, что мы видим. Логотип Метро Голдвин Майер. И всё. Как 1926 и 1928 год. Но в 1928 Джеки всё-таки начинает потихоньку рычать. 1928. Джеки, к сожалению, убрали и поставили Телли. Лев Телли. И тоже внизу изображён Метро Голдвин Майер. Всё понятно, но Телли звучит рыком, как будто звуки пещеры. В 1930 году Джеки всё-таки звучит на другом рыке. Послушайте, как он речит. И причём, как будто нужно поставить логотип Уонор Бразерс? Да. Джеки всё-таки любит речать на заставке Метро Голдвин Майер. Лев Джеки. А как насчёт покупаться? На самом деле левы любят купаться. Они когда-то проверяют люди, когда начинают плавать. Ну, левы плавают. Мы можем увидеть, как лев упал в воду. Смотрите на ютубе, как левы купаются. Следующий лев – это Кофи. Он появился в 1932 году в заставке Метро Голдвин Майер. И он начинает самый отважный рык. Давайте послушаем. В 1934 году уже появился Таннер. Лев Таннер. Понятно, Таннер появляется в заставке мультика Том и Джерри. В 1935 уже лев речат, как... Откуда появились джентльмены? Разве Таннер уже вообще-то прорычал уже, а все наши человеки, правда, начинают, правда, рычать? Так, стоп. Почему Таннер рычит другими рычаниями? А, это рык, рык Кофи Лева. Почему же Таннер рычит на рыка Кофи Лева? 1938. Так, сейчас мы перебатываем время, чтобы посмотреть на Джеки. Лева, которую он рычит. В заставке 1949 год. В 1952 уже в Метро Голдвин Майер появился Таннер. Ну, наверняка... Таннера хотели сделать вот так вот, с логотипом Метро Голдвин Майер. С 1953 года. В 1954 год уже, наконец-то, появился... MGM Prison Cinema Compi Production. Ребята, вы знаете, что это происходит сейчас? Кинотеатр не Метро Голдвин Майер, а кинотеатр не продакшен. Метро Голдвин Майер. Джеки тоже рычит. Смотрите внимательно. В 1956 году уже появился другой лев. Его зовут Джордж. Но Джордж, я могу сказать, что лев может разговаривать. Привет, ребята. Я Джордж из заставки Метро Голдвин Майер. У льва просто волосы, но видишь, на лицо похож на медведя. Так. О, нет, 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 нам это не надо. 1956 уже появился лев Лео. Ну, возвращай. Прошу прощения. Правда, просто подумать, что Джордж в Метро Голдвин Майер все-таки речит, как из 56-го года. Метро Голдвин Майер. Ну, мы можем увидеть ТСМ. Тедор Классик Увис. Эта компания делает фильм. Ну, точнее, классики. Интересно, как эти люди уже умеют поставить лева Бетро Голдвин Майер из 56-го года? Дорогие ребята, у нас появился лев Лео и его рык третьего. Какой-то играет музыка, не знаю, какого старого фильма, но... А следующее, это просто он так обычно речит с третьим рыком. Так, это нужно все пропустить. Надо посмотреть еще на телевизор Метро Голдвин Майер. Так, стоп. Вот он, наш незнакомый лев. Это Лев Лео снова, но там написано Метро Голдвин Майер Телевизор. И то же самое, такая же, но только темная составка. Лев Лео, 50-летнюю компанию Метро Голдвин Майер. Дорогие ребята, наш лев просто речит, как обычно, в заставке. Не знаю те что, но Лев Лео хорошо речит в заставке Метро Голдвин Майер. Ну, да. Все правильно, у Лева появился другой рык в заставке Метро Голдвин Майер Энтертеймент Компани. Итак, дальше, дальше. Мы потом покажем вам на телевизор. Дальше, дальше, дальше. Лев тоже самое речит. А если тебе даже не понадобится смотреть заставку на ту? На ту. Восьмой, второй год. Так, у Лева, он речит, как из 1957 год. Это все хорошо. Так, это все понятно. Хочу, чтобы у него был рык из 1996 год. Все понятно, как Левы вообще умеют даже речать. Это вообще великолепно. Они даже вообще молодцы. У Метро Голдвин Майер сколько ему лет? 75 лет. 75-летию Метро Голдвин Майер. И, наконец-то, 2009 год. На формате желтого цвета. И Лев тоже желтый цвет. Но он речит в другом рыке. Он не хочет речать. А как, если сделать вот так? Па! Ну, я последний хочу вам только что сказать. Лев Флео, Метро Голдвин Майер 2012. Ну, все, ребята. Мы поговорили с вами о заставках Эволюция Метро Голдвин Майер с 1916 по 2012 год. Для меня на этом видео все. Так что подписывайтесь на мой канал Илюша ТВ и ставьте лайки и пишите комментарии. И всем пока!